Начинаем рассмотрение новой темы, основы шахматной тактики. Мы неоднократно подчеркивали важное значение планомерности при ведении шахматной партии. Выработка общего направления борьбы, плана сражения, основная задача шахматной стратегии. Отдельная задача стратегического плана помогает решать тактика. Элементы тактики – это тактические приемы. Этому и будут посвящены несколько ближайших уроков. Арсенал тактических приемов довольно богат. Это двойной удар, связка, открытое нападение, открытый шах, двойной шах, завлечение, отвлечение, блокировка, перекрытие, устранение защиты, освобождение поля и многое другое. И каждый шахматист во время игры должен иметь в виду все эти приемы. Рассмотрим подробнее сущность тактических приемов. Двойным ударом называется одновременное нападение фигуры или пешки на два объекта противника. Вот пример из уже разобранной партии из урока о матовании ферзем против ладьи. Здесь ферзь одновременно объявляет шах неприятельскому королю и угрожает ладье. Король уходит из-под удара, а ладья оказывается битой. И партия заканчивается победой белых. Двойной удар один из самых распространенных тактических приемов. Он встречается во всех стадиях партии и его способны осуществлять все фигуры, в том числе и король. На этой диаграмме представлен элементарный случай двойного нападения, осуществлен в ладьей. Белая ладья делает ход на поле С7. И под ударом оказывается слон и конь черных. Одну из этих фигур черные могут увести от удара, а с другой им придется расстаться. Ладейные двойные удары главным образом встречаются в окончаниях, так как эта фигура позже других входит в игру, и ей больше по нраву эншпильный простор, когда на доске мало фигур. Этот пример демонстрирует другой вид двойного нападения, так называемый сквозной рентгенный двойной удар. На примере покажем суть такого удара. Ход белых Белая ладья уходит на поле А8, освобождая поле превращения пешки H7. Черная ладья H2 бьет пешку H7. Белая ладья делает ход на А7. Посмотрите на сложившуюся ситуацию. Черный король оказался под шахом и должен будет уйти из-под удара. А как только он отойдет, откроется черная ладья, у которой уже не будет возможности избежать взятия. И черные проиграли. Если бы в начальной позиции на этой диаграмме король стоял не на С7, а на поле Б7, белая ладья не имела бы выигрывающего маневра H8, А8, А7 шах. Черный король просто побил бы ее, и черные выиграли бы. Нечто подобное может случиться и с двумя легкими фигурами. Посмотрим такой пример. Эта ситуация сложилась в реальной партии между шахматистами Рибли и Хаммоном, сыгранной в Рейкьявике в 1975 году. Ход черных. Они пошли конем на Д3. Белая ладья идет на поле А3, и под ее сквозным ударом находится черный слон С3 и стоящий пока под его прикрытием конь Д3. Игра закончилась победой белых. Королю, как и ладье, двойные нападения удается осуществить чаще всего в Эншпиле. Посмотрим примеры. Белый король делает ход на поле H3. Пешка черных делает ход на поле G1 и превращается в коня. Обратите внимание, если бы пешка превратилась в ферзя или ладью, то получилась бы патовая ситуация. Король белых на G2 угрожает черному коню. Черный конь уходит на Е2. Белый король делает ход на поле F1 и угрожает одновременно коню и слону черных. Очевидно, что с одной из этих фигур черные расстанутся. Еще пример из реальной партии, сыгранной в Москве в 1983 году шахматистами Сторуа и Васюковым. Ход черных. Пешка идет на F5, угрожая белому королю. Король уходит на поле D5. Черный король делает ход на G3 и под ударом оказываются оба коня белых. В этой партии побеждают черные. Посмотрим пример из партии между шахматистами Ретти и Алехиным, сыгранной в 1925 году в Баден-Бадене. Здесь двойные удары наносились конем и слоном. Ход черных. Они ходят конем на поле D4 и под ударом находятся ладья и слон белых. Белые уводят из-под удара ладью. Она идет на F2 с таким расчетом, чтобы контролировать поле слона F3. Черный конь ожидаемо бьет слона на F3. Ладья, в свою очередь, бьет коня на F3. А дальше черный слон делает ход на поле D5 и угрожает ладье и коню белых. Эта партия закончится победой черных. А вот партия Третьяков-Журавлев, сыгранная в 1978 году в Риге. Здесь двойные нападения возникли в начале партии. Ход белых. Пешка D4 бьет пешку на E5. В ответ черные пешкой D6 бьют пешку E5. Белый ферзь делает ход на C3 и угрожает пешкам черных A5 и E5. Черный слон перекрывает линию атаки на пешку A5, делая ход с поля E7 на B4. Ферзь C3 бьет пешку на E5 и угрожает черному ферзю на C7 и коню на F6. Черный ферзь C7 бьет белого ферзя на E5. Черного ферзя бьет конь F3 и нападает на две пешки черных, C6 и F7. Черный слон идет на C3 и возникает ситуация тройного удара. Атака на коня на E5, на ладью на A1 и на коня D2. Тройной удар, как частный случай двойного удара, встречается на практике значительно реже. Но наиболее продуктивный и виртуозный исполнитель данной технической операции, безусловно, ферзь. Это и неудивительно, так как его ударность проявляется в восьми направлениях. Посмотрите начало партии между гроссмейстерами Комбе и Хасенфусом, состоявшейся в 1933 году. Играется дебют защита Бенони. Белая, D2, D4. Черная, пешка C7 на C5, нападая на пешку, D4. Белая пешка C2 на C4. Черная пешка C5 бьет белую на D4. Белый конь G1 идет на F3. Черная пешка E7 на E5. Белый конь F3 бьет пешку E5. Под ударом белого коня находятся две пешки черных, D7 и F7. Но они находятся под защитой своего короля. А теперь черный ферзь делает ход на поле А5 и угрожает белому королю и коню на поле E5. Пешка белых А2 также находится на битом поле черного ферзя. Но она защищена ладьей А1. Еще иллюстрация. Начало партии Акментис Эклонс, сыгранной в Латвии в 1959 году. Играется сицилианская защита. Белые E2, E4. Черные C7, C5. Белая пешка C2 на C3. Черная пешка D7 на D6. Белые пешка D2 на D4. Черный конь G8 идет на F6. Белая пешка D4 бьет черную на C5. Конь F6 бьет белую пешку E4. Белый ферзь делает ход на поле А4 и угрожает коню на E4 и черному королю. Черный конь B8 идет на поле D7 и перекрывает линию удара по своему королю. Ну а с конем черный вынужден расстаться. Белый ферзь сбивает его. Эта партия закончится победой белых. И последний пример. Партия Акименко-Сескис. Латвия, 1966 год. Сицилианская защита. Белые E2 на E4. Черные C7 на C5. Белая пешка F2 на F4. Черная пешка E7 на E5, нападая на пешку F4. Белая пешка F4 уходит на поле F5. Черный ферзь делает ход на поле H4 и объявляет шаг белому королю. И одновременно нападает на белую пешку E4. Пешка белых G2 делает ход на поле G3 и перекрывает линию атаки по своему королю. А черный ферзь бьет пешку E4. И белый король вновь оказывается под шахом. Равно как и под ударом оказалась белая ладья H1. Белый ферзь защищает своего короля. Он встает на линию удара, делая ход с поля D1 на E2. А с ладьей белым приходится расстаться. Разумеется, двойные нападения не стопроцентно приводят к завоеванию каких-либо благ. Лучший способ защиты от двойных ударов по возможности не оставлять фигуры без присмотра.